Прекрасно, запись начата. Я еще раз хочу поздороваться с теми, кто будет смотреть нас в записи. Итак, вот наша повестка сегодняшняя. Начнем мы с моего выступления, которое называется «Электронная библиотечная система университетской библиотеки онлайн больше, чем ЭБС. Передовой опыт ведущих IT-разработок за 15 лет». Продолжит Алексей, который расскажет о профильном контенте в ЭБС университетской библиотеки онлайн и о актуальной дифференциации вузовского контента. Далее продолжу я. Самый продолжительный мой доклад будет про сервисы и возможности университетской библиотеки онлайн для библиотек профессорско-преподавательского состава и студентов. Я хотел бы сразу сказать, что я чуть-чуть свои выступления переоформлю в том смысле, что частично об сервисах для ППС и студентов расскажу еще в первой своей презентации, а на второй сосредоточусь на сервисах для библиотекарей. На этом у нас предполагается перерыв, но я надеюсь, что, может быть, мы постараемся обойтись без него и побыстрее провести наше мероприятие. После перерыва снова Алексей и его выступление «Высшая ступень для высшей школы», новые проекты ЭБС, университетская библиотека онлайн, кафедральная библиотека и открытые монографии. Тут Алексей коснется наших последних проектов. Ну и, наконец, два моих выступления, посвященных нашему проекту, который называется «Директ Академия». И называются они «Директ Академия. Новые возможности дистанционного образования» и «Онлайн-корсы Директ Академии. Передовой опыт». Вот такая у нас с вами повестка. Я хотел бы еще раз… Так, давайте я остановлю демонстрацию. Еще раз воспроизвести в чате ссылку, по которой вы можете скачать все наши презентации. Вот и мои, и Алексея. Вот, если вас кто-то попросит, этой ссылкой можно делиться. Там нет ничего секретного. Наоборот, даже будет хорошо, если вы это сможете сделать. Вот Алексей вышел на связь. Алексей, пару слов буквально, чтобы представиться, и я снова возьму тогда у тебя… Так, я должен предоставить те возможности. Да, добрый день, уважаемые коллеги. Вот, и я в перемешку вместе с Павлом Юрьевичем тоже сегодня буду выступать. У меня будет два доклада. И, как сказал уже Павел Юрьевич, надеюсь, мы сегодня постараемся закончить пораньше, без обеденного перерыва, для того, чтобы все смогли дальше заниматься своими делами пойти. Вот, как слышно меня? Да, хорошо тебя слышно. Отлично, хорошо. Прекрасно. Спасибо большое. Ну что ж, тогда я беру в свои руки сегодняшний вебинар, и мы начинаем. Свои вопросы, пожалуйста, если они есть, задавайте в чате. Я постараюсь на них ответить. Периодически буду посмотреть чат, но, к сожалению, в Zoom не так удобно это делать прямо в процессе докладов. Поэтому буду это делать в основном после очередного выступления. Вот, давайте тогда я начну. Так, я переключаюсь на другую презентацию и запускаю демонстрацию экрана. Так, минутку. Так, немножко не то запустил. Сейчас буквально через пару мгновений все запустится. Ну что ж. Я надеюсь, вы все видите демонстрацию моего экрана. Так, я, к сожалению, не вижу вашего чата. Алексей, утвердительно махни головой, если видишь. Все, прекрасно. Что ж. Первое мое выступление посвящено университетской библиотеке онлайн в целом. Вот, и в нем я расскажу о нашей основной системе. Университетская библиотека онлайн – это флагманский продукт компании Директ Медиа, которая, собственно, и составляет основу нашей деятельности. Чуть-чуть в конце расскажу про наши другие проекты, про некоторые, не про все. Ну что ж, давайте пойдем по нашей презентации. Итак, вот наша университетская библиотека онлайн. Это ее главная страница. Примерно так она выглядит. Вот, сейчас я расскажу немножко подробнее о нашем сайте, о нашей главной странице. А пока несколько цифр. В университетской библиотеке онлайн более сосредоточено, агрегировано более 140 тысяч книг. Более 450 вузов подписчиков у нас есть. Мы агрегируем в России более 25% рынка ЭБС. Работаем с большим количеством издательств. Пожалуй, уже даже не 400, а где-то около 500 издательств. Из них большое количество издательств входит в так называемую учебную двадцатку, определяющую рынок учебников. Ну и ниже вы видите тоже количество пользователей наших потенциальных. Более почти 2 миллиона учащихся наши потенциальные пользователи. Наша ЭБС, у нас есть такой слоган в нашей компании «Больше, чем ЭБС». Говорит он о том, что ЭБС – это не только книга, это различные формы электронного контента, мультимедиа-контент, это контент разного рода интерактивный и так далее. В состав, не в состав точнее, а мы также агрегируемся с антиплагиатом. Это ведущая компания в России, которая поддерживает поиск плагиата в письменных работах, опубликованных письменных работах. У нас есть такие открытые проекты, как «Артпортал» и «Энциклопедиум». «Энциклопедиум» – это полностью свободная и выведенная из состава университетской библиотеки онлайн для открытого доступа около тысячи различных энциклопедий. Про «Артпортал» я скажу немножко в конце этого выступления. У нас есть возможность печати по требованию. Те книги, которые производятся издательством «Директмедиа», а «Директмедиа» – это, конечно, прежде всего издательство, могут быть напечатаны по требованию в любом тираже от одного экземпляра. Мы занимаемся продвижением наших авторов в индексе цитирования российском. Ну и тот проект, о котором я много буду говорить сегодня в конце – это проект «Директ Академия». Это свободные вебинары и онлайн-курсы, на которые можно записаться в любой момент. Наши отличия от других российских ЭБС мы стараемся… Во-первых, мы очень досконально подходим к тому, чтобы заниматься контентом. И, кстати, о контенте Алексей расскажет после меня. У нас шире представлены коммунитарные дисциплины. Основные наши направления – это экономика, управление, финансы, бизнес, также IT и многие другие направления. Ну и, разумеется, у нас более тысячи книг от нашего собственного издательства «Директмедиа» тоже представлены. Вернемся к нашему сайту. Хотел бы описать, какие области на нем существуют. Наверху, под номером 1, у нас область перехода по нашим различным проектам. Это интернет-магазин, арт-портал, бизнес-библиотека, энциклопедиум, школьный портал «Библиошкола», библиотека «Нонфикшн» и, собственно, наша Директ-Академия, которую я представляю. Под номером 2 здесь представлен переключатель между языками русским и английским. А также иконка в виде человеческого глаза, которая говорит о том, что можно переключить в контрастный режим для плохо видящих людей. Под третьим пунктом у нас поиск, расширенный поиск. Я о нем немножко буду говорить. Четвертый пункт – это переход в свой личный кабинет. И, в частности, это важно для библиотекарей, у которых там в этом кабинете большие возможности, которые нет у других ролей в библиотеке. Пятый пункт – это наше основное меню. Ну и шестой пункт – это настройки каталога, как вы хотите видеть книги в виде набора обложек или списка. Также далее располагается у нас такое графическое меню, в котором основные наши проекты представлены. Наши и те, с которыми мы сотрудничаем, такие как антиплагиат, например. Далее идут последние читаемые вами книги, то есть то, что вы читали в последнее время, и наши новинки отдельной строкой. Ну и после этого снизу вы видите подвал, в котором наши новости, где отображается вся жизнь компании Директ Медиа. Далее такая вкладочка «Задать вопрос». Через эту вкладку вы можете задать вопрос в наш Helpdesk, для того, чтобы получить ответ на него. Ну и, наконец, под третьим пунктом идет полное меню всех возможностей, которые есть на нашем сайте. Оно более полное, чем то, которое я вам показывал. По четвертому пункту вы можете скачать мобильные приложения. И, наконец, под пятым пунктом располагаются переходы к нашим страницам в разных социальных сетях – в Фейсбуке, ВКонтакте и в Ютьюбе. В Ютьюбе у нас, кстати, очень серьезное представительство. У нас там более 8 тысяч зарегистрированных пользователей нашего канала. Так что советую вам на наш канал тоже подписаться. Одна из главных страниц нашего сайта, которую вы посещаете после того, как вы что-то ищете после поиска или, например, в каталоге – это страница предпросмотра, на которой отображается то издание, которое вы собираетесь смотреть. Тут есть… Это еще не чтение, это то, что… Та страница, на которой вы принимаете решение, будете вы это читать или нет. Тут много кликабельных строк. Например, строка «Дисциплина», по которой вы можете перейти к книжкам данной дисциплины, жанр, издательство, ссылка, по которой вы можете перейти на книги данного издательства. И внизу библиографическое описание, аннотация и содержание. По поводу библиографического описания пару слов еще хочу сказать. Вот оно. Хотел бы отметить, что библиографическое описание очень важно иметь именно на этапе предпросмотра, чтобы… Мы это сделали для того, чтобы молодому ученому или студенту было бы удобно переносить данные о книге в свою работу. К сожалению, молодые ученые не очень хорошо представляют себе библиографию. Когда им надо сделать список источников, они, в общем, очень затрудняются, потому что библиографические описания – это достаточно сложная вещь. Вот здесь мы сделали, чтобы можно просто было копированием и вставкой взять хорошее описание данного издания и поместить его в свою работу. Далее, если в этом издании есть свой список литературы, то мы его показываем. Можно нажать на эту кнопку, и появляется вот такой вот список литературы, из которого также можно все взять копипейстом и вставить туда, куда вам надо. Это, повторюсь, сделано для того, чтобы облегчить жизни студентам и молодым ученым, которые составляют списки литературы. Да, вот здесь показано, почему мы так делаем и как мы поддерживаем наших молодых ученых, студентов и, главное, авторов, которые печатаются у нас в компании Директ Медиа. Здесь происходит такой круговорот цитат. Тот автор, который размещает издание у нас в университетской библиотеке онлайн в электронном виде, сначала он выигрывает в том, что время издания сокращено по сравнению с изданием бумажным, просто сама технология появления электронной книги, она более совершенна, что ли, да, и позволяет более быстро, проходит примерно за месяц, сравните примерно с шестью месяцами, которые требуются для традиционного издания. И таким образом сначала издание быстрее появляется в обороте, в доступе миллионов людей. Следующий момент – это мы быстро подаем наши сведения о наших авторах в РИНС, и они туда попадают, и буквально через месяц-два они там появляются. И третье – это вот то, что я вам сейчас показал. Мы облегчаем цитирование, таким образом ученые, которые читают этот текст и пишут новые статьи, они с большей вероятностью вас процитируют. Таким образом, совершается вот этот круговорот от авторства до публикации в РИНС, а дальше – облегченного цитирования, которое позволяет быстрее человеку оказаться среди тех, кого цитируют, что очень важно сейчас для авторов научных трудов, особенно в вузах наших. Разумеется, в РИНС все сделано для того, чтобы было удобно читать. И наша читалка – это то место в РИНС, где люди проводят самое большое свое время. Вот здесь символически показаны некоторые области, которые в нашей читалке присутствуют. Область 1 – это область изменения отображения, масштаба отображения. Здесь можно сделать больше и меньше, разверстать под страницу или по ширине, как вам удобно. Область 2 – это область, в которой вы переходите со страницы на страницу, листаете, осуществляете прямой доступ к той странице, которая вам важна. Область 3 – здесь можно сохранить в виде PDF-файла отрывок, примерно равный 10% от книги, и пустить его на собственные нужды, на нужды чтения. Обращаю ваше внимание, это функция не для того, чтобы потом этот PDF где-то выложить в открытом доступе, а для своих собственных нужд для чтения. Также там есть возможность распечатать несколько страниц. И, обращаю ваше внимание, там есть такой элементик в виде значка HTML, на который можно нажать и получить код вставки любых трех страниц, последовательных, не более чем трех страниц, на любое открытое ваше интернет-пространство. В ваш блог, в социальную сеть, либо на сайт вашего вуза вы можете поместить любые три страницы из издания. Причем это можете сделать несколько раз. Этим можно пользоваться. Это вполне легально, потому что будет вставлена наша читалка, не само издание, а наша читалка, которая позволяет считать, сколько страниц было прочитано, и мы потом выплатим авторам вознаграждение даже за то, что их читают в открытом пространстве. Четвертый пункт – это поиск по данной книжке, внутритекстовый поиск, где можно найти уже конкретные места в конкретной книжке. Ну и, наконец, пятое – это дополнительная информация. Здесь можно забрать цитату, сделать закладки, которые будут доступны вам в дальнейшем, то есть при дальнейших входах в нашу систему эти закладки все сохранятся. Можно оставить отзыв и так далее. Хотел бы отметить, что примерно такая же, но чуть более упрощенная читалка у нас есть в наших бесплатных мобильных приложениях. Вот здесь вы ее видите. Большинство функций здесь используются, но они попроще. Также у нас на главной странице нашего сайта есть мультифункциональный каталог, по которому это особенно удобно для библиотекарей. Можно искать по принципам нашу литературу. Есть несколько способов поиска в нашем каталоге. У нас есть предметный рубрикатор. Это наиболее глубоко разработанный, дисверсифицированный классификатор предметов для исследовательских целей. Рубрикатор укропненных групп специальностей. Он рубрицирует не предметные области, а дисциплины. По нему удобнее всего искать учебники, учебные пособия по тем дисциплинам, которые у вас есть. Этот рубрикатор подходит только для поиска учебной литературы, а не для научной и другой литературы, которая у нас есть. Ну и третий – это традиционный предметный рубрикатор, который объединяет все книги и документы, включая классику. И позволяет охватить не систематизацию, а качественные особенности коллекции. А вот интеграция всех этих трех видов каталогов – это и создает удобство поиска. Ну вот несколько примеров. Вот так выбирается каталог – ББС, УГС или разделы. Мы выбрали на этом слайде, мы выбираем УГС и начинаем использовать различные фильтры. Фильтры типа издания, ББК, уровня образования, бакалавриат, магистратура, специалитет или другие. Ну и, наконец, здесь можно выбрать дисциплины. Все эти фильтры, они наслаиваются друг на друга по закону И, то есть все больше и больше обрезают все эти тысячи книг, которые у нас есть. Ну и внизу вы видите по вот этому выбору появилось 9 изданий по выбранному ОГС. Дальше уже можно легко подбирать, что и как. Так, наш новый библиографический поиск, он во многом по интерфейсу похож на подбор по каталогу. Те же самые присутствуют у нас фильтры. И вот он нацелен на то, чтобы искать книги под учебный процесс больше. Наш старый поиск больше был нацелен на исследовательский процесс, тем, чтобы вообще найти любую какую-то книгу или издание. Новый поиск позволяет фильтровать контент по уровням образования, типам издания, ББК и УГС, то есть дисциплинам. Вот, то есть примерно та же система фильтров, которую я вам только что показал. В результате значительно повышается релевантность поиска для библиотекарей, которые подбирают информацию под учебный процесс. Вот так вот выглядит наш расширенный поиск. Здесь можно искать по ключевым словам, по названиям. Есть флаги найти хотя бы одно слово из тех, которые в поле поиска проставлены. Есть флаг искать в описании. Можно делать полнотекстовый поиск по всем текстам всех книг. Но этот флаг не взведен, потому что он достаточно долгий. Можно искать книги только с грифом министерским. Ну и внизу вы видите фильтры по авторам, по ББК, по УГСН, укрупненным группам специальностей и направлений подготовки, по типам издания учебная литература, научная литература, журналы и так далее, по уровню образования бакалавриат, магистратура, специалитет, аспирантура и так далее, по издательству и по году издания с какого-то года издания и ближе к нам, и более молодые. После того, как поиск произведен, можно дополнительно фильтровать по авторам, издателям, дате издания, дисциплине и жанру. То есть это уже фильтрация в найденном. Для вашего удобства в вашем кабинете есть также поисковые выборки. И поисковые выборки делаются в процессе поиска. Вы ставите галочки на тех изданиях, которые пока не знаете, хотите вы прочитать или нет. Создаете поисковую выборку под каким-то именем. Вот здесь, например, поисковые выборки под именем «История искусств», «Этика», «Экономикс» и так далее. И дальше вы видите кликабельный список книг, которые дальше уже можете в спокойном состоянии читать. Уже тогда, когда вам сам поиск произведен, теперь вам надо произвести выбор того, что вы будете читать. У преподавателя есть еще несколько возможностей. Первая из них – это вы можете в свой профиль добавить базовый учебник. И этот базовый учебник будет, если ваша структура вуза библиотекарем расписана правильно, то базовый учебник появится для тех специальностей, для которых вы читаете свой курс. Это достаточно удобный способ того, чтобы обменяться информацией. Есть и другой способ, о котором я чуть позже расскажу. У нас в библиотеке есть такой раздел, который называется «Мои научные интересы». Этот раздел прежде всего интересен преподавателям и тем, кто ведет научную работу. В разделе появляются те книги, которые соответствуют вашим интересам. А интересы рассчитываются либо на основе тех ключевых слов, которые вы задали, либо по истории того, как вы проводите время в нашей ЭБС. Если вы читаете книги определенного направления, то это запоминается, и вам предлагаются те книги, которые вам больше подходят. Настройки происходят примерно так. Вы можете либо ввести набор тегов и включить их. Вот здесь, например, включены теги «биологическая химия», «физическая химия», «теоретическая физика». И вот невзведенная галочка на основе статистики. Если ее взвести, то тогда будут учитываться также и статистика вашего чтения на нашем ресурсе. Вы всегда можете посмотреть, какой контент пришел к нам в последнее время. И для этого в меню «Сервисы» есть пункт, который называется «Обновление контента». В этом пункте вы можете задать даты, с какой даты по какую вы хотите посмотреть обновление контента, что пришло нового в нашу библиотеку. Есть, опять же, те же самые фильтры, по которым вы можете отфильтровать то, что вам надо. И у вас появится список того, что у нас пришло за последнее время. Ну, вот так это примерно видеть. Вот здесь новинок за выбранный период 115 штук. И можно дальше фильтровать более подробно, если это интересно. Ну, фильтровать, наверное, надо, потому что достаточно много новых книг в нашу ЭБС поступает. Вот. И поэтому система фильтров приделана к информации об обновлении контента. Кроме того, у нас есть такая функция, как книжная полка, очень удобная не только для студентов, но и для преподавателей. Книжная полка – это способ собрать какую-то выборку литературы. Она в некотором смысле аналогична поисковым выборкам, но позволяет собрать книжки не только с поисковых выборок, а вообще с любого места. После того, как вы сформировали книжную полку, она хранится в вашем профиле. Их может быть сколько угодно, этих книжных полок. И книжными полками можно скопировать на нее ссылку и поделиться со своими студентами. Соответственно, студенты, когда войдут в ЭБС, сразу увидят набор тех книг, которые им необходимы по вашему предмету. Также это удобно для библиотекарей и для студентов-первокурсников, для которых вы создаете книжную полку с полным набором учебников по первому курсу или по первому семестру. И люди, которые впервые попали в ЭБС и, возможно, еще недостаточно хорошо представляют, что и как здесь искать, сразу получают возможность доступа к тем книгам, которые им нужны. Вы, как владелец книжной полки, можете среди них искать, можете их дублировать, таким образом на основе одной книжной полки создавать другую книжную полку, и всячески манипулировать ими, удалять, добавлять и так далее. У нас в ЭБС есть мобильное приложение. Мобильное приложение на всех популярных платформах. Мобильное приложение у нас бесплатное. И в мобильном приложении оно достаточно функциональное. Самое главное, что на нем можно читать, реализована читалка, те же поиск, читалка и так далее. То есть на нем можно продолжать читать те издания, которые вы нашли, например, где-нибудь в транспорте. В общем, везде, где есть сеть интернет. Да, ну вот примерный вид мобильного приложения. Вот здесь показан его функционал. Есть каталог-рубрикатор, фильтрация в разделах по году издательства дисциплины, поиск в разделе по названию и автору и расширенный поиск, так же, как и на сайте ЭБС. Ну и в заключении первого моего выступления хотел бы рассказать немножко о наших других проектах. Буквально двумя-тремя слайдами. Первый проект, на который я хотел бы обратить ваше внимание, это Арт-портал. Арт-портал «Мировая художественная культура». Это наш открытый проект. 90% функционала этого сайта открытая. Это большое собрание художественных произведений. В основном живописи и графики. Ну, есть и другие. Скульптура, архитектура и так далее. Вот несколько десятков тысяч, около 70 тысяч описаны там работ. Достаточно подробные описания у каждого. Есть специальные статьи для тех, кто изучает мировую художественную культуру в школе, либо в ВУЗе. И много всяких дополнительных возможностей, которые уже по подписке реализованы. Такие как Арт-портал, такие как Арт-отека. Это выпуски наших проектов, которые производятся. Это подробный выпуск, который освещает определенное направление в художественной культуре. Вот, например, такой вот выпуск. Это наш выпуск, посвященный картине Иванова. Забыл, как называется. Явление Мессии. Есть выпуски, посвященные определенным отдельным произведениям. Выпуски, посвященные определенным художникам, музеям и так далее. Много интерактива, много мультимедиа. Хорошо структурированные тексты, написанные авторами, специально авторами. В общем, достаточно такая интересная вещь. Также в Арт-отеке много представлено другого функционала. В частности, в Арт-отеке собраны все книги по искусству, которые у нас есть в электронном виде. Также есть функционал, связанный с осью времени, когда вы ведущие произведения искусств можете найти на оси времени специальной. Ну и много-много других интересных возможностей. Ну и, наконец, Директ-Академия. Это наш проект. Я как раз возглавляю этот проект. Проект бесплатных вебинаров, которые проводятся каждый рабочий день в течение с сентября по июнь. Каждый день мы проводим один или два вебинара. Всего 250, примерно 250 вебинаров в год учебный за сезон. Не считая таких мероприятий, вот как сегодняшние, например. Если вместе с ними, то, наверное, будет уже к 280, где-то вот так. Итак, кроме бесплатных вебинаров, мы проводим онлайн-курсы. Эта история уже платная. И об первом и о втором я чуть подробнее расскажу. Ну, не чуть, достаточно подробно расскажу в конце нашего сегодняшнего семинара. Поэтому не буду сейчас заострять на этом внимание. Вот у меня все для первого нашего выступления. Я выхожу из режима демонстрации и буду готов посмотреть, что у нас происходило в чате. Так, в чате у нас все. О, у нас сейчас ровно 100 участников. Я вас поздравляю с таким кругом числом. Так, я вижу, что все здоровались. Вопросов не вижу. Если есть вопросы, просьба в чат их сразу задавать. И сейчас я тогда передаю слово Алексею. Так, сейчас даю возможность включить микрофон. Алексей, ты на связи? Да, спасибо, Павел Юрьевич. Я на связи. Работает ли демонстрация экрана? Прошу посмотреть, Алексей. Сейчас я запущу демонстрацию экрана. Так, организатор отключил демонстрацию экрана участников. Сейчас я, наверное, где-то... Тогда я временно передаю права организатора тебе и попрошу после снова их мне вернуть. Хорошо? Да, хорошо. Так. Все, прошу. Все, отлично. Спасибо большое. Так. Все, демонстрация экрана у меня запускается. Ну, добрый день еще раз, уважаемые коллеги. Сегодня я расскажу вам про наш контент, наш ЭБС, обсудим модели и варианты комплектования в нашей ЭБС. Так, итак, университетская библиотека онлайн. Она содержит учебную литературу, научную литературу, научно-популярную литературу, периодические издания, художественную литературу, литературу нон-фикшн. Также у нас представлена справочная литература в нашей ЭБС, энциклопедическая литература, собрание сочинений, тематические коллекции, богатый выбор, порядка 100 всего собрана, архивы и документы, нотные издания, видео и аудио материалы. Если говорить про показатели ЭБС, то ЭБС содержит следующие цифры. Общее число изданий, включенных в электронную библиотечную систему, составляет 123212 книг. Данные показатели у нас, мы сейчас говорим про базовую коллекцию, тут издательские коллекции не учитываются. Количество учебников и учебных пособий для высших учебных заведений, изданных за последние 10 лет, 12780 книг. Количество учебно-методической литературы 1616. Количество научных монографий 11768. Количество научной литературы 15381 книга. И количество изданий художественной литературы составляет 9624. Ну, издательство у нас порядка 415, и количество номинований журналов всего 1069 книг. Так, ну какие сейчас на рынке ЭБС стратегии комплектования? Это классические покупки бумажных изданий, плюс некоторые ЭБС предоставляют возможность комплектоваться электронными книгами, когда вы покупаете файл. Вот, есть, значит, комплектование по книжно-точечно, только избираемые вузовской библиотекой отдельные файлы на платформе ЭБС, входящая в учебные программы дисциплин ВУЗа. Издательские коллекции на платформе ЭБС. Многие ЭБС предоставляют блочные комплектования с учетом профиля вашего ВУЗа. Есть еще базовая часть ЭБС, вот как у нас, когда подписка оформляется сразу на весь ресурс. И есть комбинированные модели комплектования, это когда базовая коллекция ЭБС, плюс различные варианты, там, коллекция, либо по книжно, либо точечно, блочно, вот. Какие же варианты комплектования ЭБС в нашей университетской библиотеке онлайн представлены? Ну, самое основное, один из самых популярных вариантов, это, конечно же, базовая коллекция, которая закрывает потребности большинства вузов. Вот, достаточно большая коллекция, насыщенная, свыше 120 тысяч номинований книг. Вот, сюда же входят эксклюзивные издания нашего издательства, Директ Медиа, вот. Дополнительно там при определенных условиях, возможно, в качестве бонуса предоставление до 30% контента от издательских коллекций бесплатно подключаем. Вот, ну, там есть определенные условия. Вот, есть у нас, значит, по книжным комплектования, когда вы можете выбрать, там, любое количество книг и подключиться только к ним, там, 10, 20, 100, неважно. Вот, по книжным комплектованиям предусмотрены достаточно хорошие скидки. Вот, ну, в этом комплектовании у нас, соответственно, происходит оплата только востребованных книг. Вот, следующий вариант у нас есть издательские коллекции, которые не входят в базовую часть. Вот, они у нас, получается, предоставляются на условиях дополнительной подписки. Вот, я вот буквально на днях пересчитывал количество. У меня вышло 184 таких вот коллекций. Вот, так что достаточно большой выбор. Вот, следующий вариант у нас есть – это блочное комплектование. Это подписка только на ту часть АБС, которая соответствует нужным направлениям подготовки. Вот, блочное комплектование мы еще называем кафедральной библиотекой. Вот, так как в основном заявки от кафедр вузов приходят на блочное комплектование. Например, какая-то определенная кафедра говорит, мне нужна только физика и математика, мне нужен не русский язык, а литература. Вот, пожалуйста, вы можете подключиться только к условному блоку физики и математики, пользоваться только им. Вот, ну и следующий вариант – это комплектование по запросу. Вот, это приобретение контента, которого нет ни в одной другой АБС. Вот, данный сервис у нас представлен в сервисе e-Corsair. Вот, это новый сервис, который позволяет именно отслеживать и покупать книги по вашему запросу. Вот, библиотека вуза оставляет, например, заявку на нашем сайте, да, с описанием нужной книги, с описанием издания. Мы эти книги ищем на рынке АБС, мы, значит, покупаем авторские права и добавляем в нашу АБС. Соответственно, вуз может издание использовать в своем учебном процессе. Вот, ну, как я уже говорил, собственно, все сводится к стратегии комплектования. Кому-то нужна базовая часть, он покупает целиком, кому-то важно подключиться только плочно там или как-то коллекционно, точно, покнижно. Пожалуйста, эти стратегии комплектования у нас присутствуют. Также мы можем предложить вузам комплектоваться по укропненным группам специальностей, которые будут содержать только учебную литературу. На данном слайде представлен именно профильный вузовский контент, к которому можно подключиться. Таблица отображает количество книг с разбивкой на учебники, учебные пособия, а также литературу из издательских коллекций. Среди наиболее качественных блоков, хорошо именно наполненных литературой, можно выделить следующее. Это математика и механика, 2107 книг, компьютерные и информационные науки, 1693 книги, информатика и вычислительная техника, 1755 книг и информационная безопасность, 1233 книги. На втором слайде можно выделить, пожалуй, психологические науки, 1404 книги, экономика и управление, 4543 книги, социология и социальная работа, 1444 книги, а также юриспруденция, 1826 книг. На третьем слайде среди наиболее качественных блоков можно выделить политические науки и регионы ведения, средства массовой информации, информационно-библиотечное обслуживание, сервис и туризм, образование и педагогические науки, языкознание и литература ведения, философия, этика и религиоведения и теология. В блочном комплектовании к учебной литературе по определенной тематике добавлена еще и научная, научно-популярная литература, а также периодика. В блоках представлена литература без ограничений по году, по жрану, по типу издания. Таким образом, в блоках более широко раскрыта тематика подобранной литературы. К наиболее качественным блокам, хорошо наполненными литературой, можно отнести следующее. Иностранные языки, компьютеры, интернет, литература ведения, математика, педагогика, политология, правоведение, психология, социология, филология, языкознание, философия, экономика. Также имеются блоки, в которых представлено небольшое количество книг, но они являются очень востребованным контентом. Например, средства массовой информации, туризм и гостеприимство. В блочном комплектовании платные издательские коллекции не представлены. В нашей АБС представлено всего порядка 400 издательств, как мы раньше говорили, среди которых ведущие российские издательства, выпускающие учебную литературу. Такие как Флинта, Юнити, Дана, Дашков, Проспект, Физматлит, Владос. Наш АБС также сотрудничает с ведущими вузовскими издательствами, например, МГТУ имени Баумана, Высшие школы экономики, Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ, Национальный исследовательский технологический университет МИСИС, Казанский федеральный университет, Южный федеральный университет и другие. Также представлены книги, соответственно, нашего издательства, которое было создано еще в 2001 году. Свою деятельность на рынке начиналась от цифровки произведений классической литературы и искусства, а также продажи книг в электронном и бумажных форматах, в том числе на компактных CD-дисках. Каталог издательства составляет учебники, учебные и учебно-практические пособия, методическая литература, конспекты лекций, монографии, научная литература. В настоящее время каталог издательства составляет уже более 5000 книг. Литература издается по технологии печать по требованию, print-on-demand. Книги, выпущенные в печатном виде, размещаются также в нашей АБС. Приглашаем к сотрудничеству авторов публиковаться у нас. На сайте на нашем имеется также целый раздел, который называется «Ресурсный центр иностранных языков», где представлена подборка учебной литературы по иностранным языкам. Например, блок «Английский язык», в котором выделены тематические линейки для экономических, социально-гуманитарных, юридических, инженерных и творческих специальностей, а также для изучающих программирование и информатику, сферу международных отношений. Для иностранных студентов, которые приехали на обучение в Россию, имеется блок «Русский как иностранный». Имеется художественная литература на языке оригинала. Американская, английская, немецкая литература представлены также в восточной языке. Большая часть контента «Ресурсного центра» доступна подписчикам базовой и основной коллекции нашей. И лишь небольшая часть контента продается по дополнительной подписке. Следующий раздел, с которым хочу вас познакомить, это обучающие видеоматериалы. Здесь собраны обучающие и образовательные лекции по различным темам, областям знаний и предметам. В настоящее время на сайте представлено более 1300 видеоматериалов. Ассортимент с каждым годом увеличивается. Помимо печатных изданий, на сайте имеется раздел с аудиокнигами. На данный момент собрано уже более 3500 аудиокниг. В планах в этом году увеличение аудиокниг. В первую очередь за счет озвучки книг нашего издательства. Имеется блок с цифровыми картами. Всего представлено более 5000 цифровых карт. Это атласы старинные, астрономические, геологические, демографические, исторические. Карты и планы городов, контурные карты. Общие географические, религиовические, топографические, экономические, этнографические. Раздел «Золотой фонд научной классики» включает в себя труды всех самых значимых отечественных и иностранных классиков. В области философии, истории, политологии, культурологии и многих других дисциплин. Имеется раздел «Именитые ученые и писатели». В данном разделе представлена биография и тексты произведений именитых ученых и писателей. Всего около 2000 авторов. Здесь собран золотой кладезь научного наследия. Переходим дальше к контентным сервисам. Библиокомплектатор – это сервис поиска и комплектования нужного контента. По доброму интернет-магазину, библиокомплектатор позволяет формировать подборку и просчитывать стоимость изданий из разделов каталога, издательских коллекций, профильных блоков, а также результатов поиска по ЭБС. Собранные подборки книг сохраняются в личном кабинете. При необходимости можно скачать перечни книг. Благодаря библиокомплектатору можно видеть и оценивать структуру своей будущей подписки, подгонять ее под свой бюджет. Сервис e-Corsar – это сервис, который позволяет находить в электронном виде учебные пособия, которые нужны в учебном процессе, но недоступны на рынке. Вузовская библиотека прямо на сайте ЭБС оставляет заявку на книги, которые ей нужны. Наше издательство занимается поиском таких книг, проводит анализ, а затем переговоры с правополадателями и определяет перечень книг, заказы на которые могут быть реализованы. После этого с вузом подписывается договор предзаказа. Каждый участник получает возможность участвовать в формировании общего заказа электронных изданий совместно с другими вузами. В этом случае стоимость таких изданий мы разделим между заказчиками. Итоговая сумма будет в этом случае значительно ниже, чем при индивидуальном заказе. Преимущества нашей ЭБС – это эффективное использование в библиотеках современных интернет-технологий, модернизация и увеличение библиотечных фондов, диверсификация видов доступа, базовые коллекции по книжно-коллекционам, безлимитный круглосуточный доступ для ваших читателей, выгрузка каталога в формате Росмарк Марк 21 для добавления в АБИС вашего вуза, мультиформатность, внедрение контент-сервисов в библиокомплектатор, сервис-комплектование по запросу e-корсар. Это проведение бесплатных вебинаров по работе с нашими ресурсами, печать книг по требованию, богатый выбор издательских коллекций по дополнительной подписке, а также возможность размещения собственных фондов в нашей АБС. Всех, соответственно, участников сегодняшнего семинара мы приглашаем всех неподписчиков на бесплатный тестовый доступ к нашей АБС. Вот, заявочки можете присылать мне или на нашу общую почту. Вот, у меня, у меня пока все. Павел Юрьевич, вы с нами? Павел Юрьевич, вы с нами? Так, ну сейчас Павлу Юрьевичу я добавлю права для того, чтобы он мог включать в дальнейшую презентацию. Друзья, я снова с вами и готов продолжить. Алексей, спасибо за свой доклад. Вернемся к продолжению через некоторое время для твоего второго сегодняшнего выступления. А сейчас снова я и познакомлю вас со своим вторым выступлением, посвященным правам библиотекаря внутри нашей системы. Сейчас я снова включу демонстрацию экрана. Ну что ж, мы с вами познакомились с основными возможностями студенты и преподавателя в нашей электронной библиотеке. А теперь давайте немножко рассмотрим более сложный вопрос. Это права и возможности, функционал библиотекаря внутри нашей библиотеки. Библиотекарь с точки зрения ВУЗа является главным по своим правам в нашей электронной библиотеке. То есть у нас есть такое название, которое мы применяем между собой. Это корневой пользователь. Корневой пользователь – это главный администратор, который администрирует все, что происходит в библиотеке со стороны ВУЗа. Конечно, есть еще администраторы с нашей стороны, скажем так, более главные, которые имеют доступ к функциям гораздо более обширным. Но с точки зрения ВУЗа главным администратором является библиотекарь, которому предоставлены эти права. Соответственно, вот такие роли у нас есть с точки зрения ВУЗа. Функционируют такие роли. Это библиотекарь, он же администратор и он же корневой пользователь. Следующая роль – это преподаватель. И сходная с ним роль, которая называется абонент организации, это уже роль пользовательская, но с некоторыми повышенными правами по отношению к студенту. Абонент организации – это примерно то же самое, что преподаватель, только в основном применяется для административно-управленческого аппарата, для аспирантов и так далее. Ну и конечный пользователь – роль студента, наименьшая по правам и наиглавнейшая с точки зрения того, для чего существует библиотека. Конечно, ЭБС существует прежде всего для студента. И вся наша деятельность в ЭБС в основном состоит в том, чтобы студенту было удобнее читать. Но сегодня, в смысле сейчас, мы поговорим о корневом пользователе и о тех возможностях, которые ЭБС ему представляет. Прежде всего, все ваши дополнительные возможности, кроме тех, о которых я уже рассказал, они располагаются вот здесь. Нажимая на маленький треугольничек справа наверху, вы попадаете в свой личный кабинет. И здесь, если вы выберете «Мой ВУЗ», то попадете в свой профиль. Выглядит он примерно так. Здесь есть несколько вкладок «Мой ВУЗ». В частности, мы рассмотрим здесь три – «Мой ВУЗ», «Статистика» и «Мои события». Основной функционал библиотекаря сосредоточен во вкладке «Мой ВУЗ». И здесь есть информация о ВУЗе с его логотипом. Она, разумеется, существует не сама по себе, а после того, как корневой пользователь ее сюда поместит. Здесь можно формировать список преподавателей, направление деятельности в ВУЗе, структуру и так далее. Есть информация о подписке. Давайте сейчас по всему этому списку и пойдем. Вот такой у нас будет сейчас план изучения. Сначала информация о подписке. Вот она выделена жирным шрифтом в нашем меню. Информация о подписке – это тот, та сколка, что ли, или тот вид ЭБС, который существует конкретно у вашего ВУЗа. Как мы уже говорили с Алексеем, всего доступно более 140 тысяч книг в ВУЗ. Но ВУЗ, как правило, приобретает не все из них, а некоторую часть. И в этом случае важно библиотекарю понимать, к каким именно книгам есть доступ конкретно в вашем ВУЗе. В этом случае, в этом пункте вы можете иметь доступ ко всем книгам. В частности, вот есть доступные разделы книг, доступные базовые коллекции, доступные коллекции по профилю ВУЗа, карты, тесты, тренажеры, шпаргалки, энциклопедии и так далее. Это в каждом из этих пунктов он открывающийся. В нем можно найти то, что нам надо и перейти далее к кликабельному списку тех произведений, сразу перейти к произведению, которое вам нужен. Вот более важная вкладка пункта меню информации о подписке. Это движение фонда. Библиотекарю, как правило, важно знать, какие новые книжки приходят, какие книжки уходят из нашей электронной библиотеки. Для этого есть вот такая вот возможность, где вы можете сравнить любую из сохраненных состояний подписки с любой другой. Обращаю ваше внимание, нельзя любую дату с любой сравнить. Можно только сравнить сохраненные состояния. Связано это с тем, что это достаточно нагрузочный для ЭБС режим сравнивать фонды, поэтому запоминаются только некоторые последовательные даты. Если ничего не делать, то примерно раз в месяц, если не изменяет память, происходит сохранение состояния библиотеки. Кроме того, вы можете в любой момент времени войти сюда и сохранить текущее состояние. Сохраненные состояния можно сравнить с любые друг с другом, плюс с тем состоянием, которое в настоящий момент времени у вас происходит, с актуальным состоянием, даже не запоминая его. Вы также можете это сохранить в виде файла Excel. И в этом файле Excel есть вкладочка «Добавленные книги» и «Удаленные книги». И можете посмотреть, что пришло и что ушло по тому запросу, который вы только что сделали. Кроме того, следующий пункт меню – это информационная подписка, в которой вы можете подписаться на обновления с тем, чтобы по почте вам приходила информация об обновлениях и о новостях компании Директ Медиа. Да, ну вот здесь есть кнопка, по которой можно подписаться на новости. Очень такой насыщенный пункт – это пункт пользователей или контингент вашего вуза, который подключен к библиотеке. Здесь вы имеете доступ к вот такой вот табличке. Табличка включает в себя ID пользователя, фамилии, имя, отчество, логины, e-mail, если необходимо, если введена такая информация, дата дня рождения. Тип пользователя – это то, о чем я вам говорил только что, роль другими словами. Это студент, преподаватель, прошу прощения, корневой пользователь. Ну и справа возможность для того, чтобы редактировать любую из этих записей. Вы можете добавлять людей либо по одному, либо списком. Также в начале своей деятельности вы можете просто список пользователей прислать нам, и наши администраторы заведут для всех учетные записи. Вот так производится регистрация пользователей, фамилии, имя, отчество, если есть e-mail, логин, тип профиля – преподаватель, студент, пользователь организации или абонент, другими словами. Вот здесь очень важно понимать, что надо особенно для преподавателей полностью вводить фамилии, имя, отчество, для того, чтобы у них хорошо происходила связь, возможно, это интересно только для преподавателей России, не знаю точно, для того, чтобы хорошо происходила бы интеграция с сервисом РИНС, где пользователь может, не выходя из нашей ЭБС, посмотреть свои показатели цитируемости. Также вы можете импортировать записи табличкой, то есть если у вас есть список ваших студентов либо список всех преподавателей, вы можете в одно действие заполнить табличку Excel по определенному закону и импортировать эту табличку в нашу систему и таким образом сразу много пользователей завести. Вот тут представлены примеры, видите, тут написано «Скачать пример». Пример Excel-файла для импорта данных и для обновления данных. Вот достаточно простой формат этих таблиц, можете дальше ими пользоваться. Показатели ЭБС. Когда-то давно это был очень важный пункт. У нас в России существовал приказ 1953, по которому показатели ЭБС определяли, вообще может этот ВУЗ подключаться к ЭБС или нет. То есть это была форма отчетности, по которой ВУЗ рапортовал о том, что это ЭБС подходит. В настоящий момент этот пункт носит справочный характер, но тем не менее все эти данные можно забрать в Excel-файл и дальше с ним работать. Это достаточно удобно для внутренней отчетности остается. Здесь такие показатели численные. Общий объем фонда, тот, который подключен в настоящее время для вашего ВУЗа, количество учебников и учебных пособий, отвечающих некоторым требованиям, например, изданных за последние 10 лет, а для дисциплин гуманитарного, социально-экономического цикла за последние 5 лет, количество учебно-методической литературы, количество монографии, количество научной литературы, количество изданий художественной литературы, количество изданий, издательств, представленных в вашей версии ЭБС, количество наименований журналов, и из них количество журналов, входящих в перечень ВАК. Внизу можно открыть уточнение по укрупненным группам направления подготовки специальностей, и там можно уже увидеть разбиение по УГСН всех этих параметров. Книгообеспеченность. У нас есть специальный механизм, достаточно расширенный, который позволяет формировать отчетность о книгообеспеченности прямо внутри ЭБС. Я тут не стану рассказывать про него, потому что это достаточно долгая история. Отошлю вас к вебинару, который состоялся 5 декабря 2019 года. Были и более поздние вебинары на этот счет. Наш руководитель отдела разработки Артем Захватаев периодически каждый год проводит, два раза в год проводит вот такие вот вебинары. Книгообеспеченность 2020, сейчас уже можно написать 2021, в университетской библиотеке онлайн. Вот, кстати, совсем недавно он снова проводил такой вебинар. И, кстати, вот приходите в нашу Директ-академию, тогда будете всегда в курсе того, что у нас происходит, потому что мы часто и такую информацию тоже выдаем. Русмарк. Вы можете получить информацию для связи вашей ЭБС с системами АБИС. Можете получить описание той литературы, которая у вас есть в виде файлов Русмарк, описывающих в стандартном виде все издания ВБС. Можете выбрать отдельные коллекции, можете выбрать отдельные разделы, либо выбрать все. И далее в одном из доступных форматов. Форматы ISO 1251, ISO UTF-8. Это два формата, которые больше всего подходят для интеграции с АБИС. Также в текстовом формате. В основном для ручного контроля этот формат применяется. Также в формате XML. Формат удобный для программирования. Если ваши программисты ведут интеграцию с нашими системами, то этот формат предпочтительный. А также способ группировки записей различный. Один файл, одна запись. Все записи одним файлом. Ну или промежуточный вариант блоками до тысячи записей. Кроме того, что вы можете однажды выгрузить вообще всю литературу в виде записей Русмарк, есть еще возможность, точно так же, как я вам показывал в самом начале с подписками, используя запомненное состояние, вывести, ну скажем так, разностные характеристики. То есть между сегодняшним значением и одним из запомненных состояний вывести информацию в Русмарк о том, что ушло и что пришло в нашу библиотеку. Конечно, количество пришедшего всегда во много раз превышает то, что ушло. Но то, что уходит, иногда по естественным причинам тоже возникает. Так вот, для того, чтобы иметь возможность в Абис помещать эту информацию, есть такой режим. Да, вот здесь вот мы видим, как это сделать. Сравниваем состояние. Ну здесь вот достаточно старое состояние за 15-й год с актуальным состоянием. И есть кнопочки добавленные и удаленные. Когда мы на эти кнопки нажимаем, появляются у нас файлы с Русмарк-записями, которые соответствуют вот этим сравнительным состояниям. Недоступный контент или отказы. Недоступный контент появляется в тот момент, когда ваши студенты или преподаватели ищут какую-то литературу, находят ее в нашей ЭБС, но не находят в вашей конкретной версии ЭБС. То есть данная литература у нас есть, но вы ее по каким-то причинам не приобрели. И в этот момент происходит запоминание этой транзакции с тем, чтобы агрегировать это для вас. По этому пункту меню вы можете посмотреть, какие книжки попали в отказники вот с любого периода, с начала периода по конец периода. Здесь, обращая ваше внимание, можно задавать уже любой период. Вот. И дальше особо с этим не... Ну, то есть запомненное состояние не надо запоминать состояние. И внизу появляется табличка, в которой списки отказных книг с количеством отказов. Это означает, что вот, например, книжка, которая получила 59 отказов, Кузнецов, основу научных исследований, 59 раз была запрошена кем-то, и, соответственно, доступ к ней не был предоставлен, потому что на нее не было подписки. Статистика. У корневого пользователя, у библиотекаря есть достаточно возможность получить достаточно серьезную статистику. И в вашем личном кабинете есть специальная вкладка статистика, в которой вы это можете посмотреть. Статистика есть по просмотренным ресурсам. Здесь вы можете видеть, опять же, задать начало периода и конец периода. Можете задать конкретного пользователя, по которому вы ищете. Если не задаете, то, значит, по всем пользователям. И снизу у вас, после того, как вы нажимаете на кнопку «Показать», образуется список всех изданий, ранжированных по количеству просмотров. Нажимая на значок книжки справа от строки, вы получаете конкретно, какой пользователь читал какие страницы, какой книги. Это достаточно такая развернутая статистика. Также эту статистику можно выгрузить в Excel. Есть также статистика посещений. Это статистика по пользователям. И в этой статистике вы можете посмотреть, в какой месяц или в какую неделю какой из ваших пользователей сколько раз открывал университетскую библиотеку онлайн, сколько произошло авторизаций для данного пользователя. Данные агрегированы по типу пользователя, либо библиотекарь, либо преподаватель, либо студент. Есть достаточно простая статистика по издательству. Здесь просто рейтинг издательств по их популярности в вашей библиотеке. Какое издательство читает больше, какое меньше. Можно получить эту информацию. Ну и, наконец, у нас есть статистика по стандарту Counter. Эта статистика доступна только в виде выгрузки в Excel. Стандарт Counter позволяет сравнить различные электронные библиотеки по сопоставимым статистическим показателям. Дело в том, что внутренние статистические показатели для разных электронных библиотек могут вестись по разным принципам. В стандарте Counter все признаки стандартизованы, и по этой статистике можно сравнивать разные ресурсы. Всего поддерживается 9 различных форм отчетности по статистике Counter. Ну, наконец, точно так же, как пользователям обычным библиотекарю доступны поисковые выборки. Но кроме… Да, вот так они примерно делаются. Взводится флажок перед изданием, которое вы хотите поместить в выборку. После этого дается выборке имя. И потом выборки попадают во вкладку «Мои события». Но, обращая внимание на отличие, у библиотекаря, в отличие от преподавателя и студента, вы можете видеть поисковые выборки не только свои, но также любого пользователя вашей библиотеки. Преподавателей, студентов и так далее. То есть сначала вы попадаете из вкладки «Мои события» на поисковые выборки. Дальше выбираете тип пользователей. Вот я, например, здесь выбрал выборки преподавателей. Дальше выбираете конкретно преподавателя, который создал выборки. А дальше уже точно такой же состав выборок, как я вам показывал для конечного пользователя. Про систему e-Corsair Алексей уже сказал. Повторюсь вкратце, что это система, которая позволяет сделать заказ на литературу, которая достаточно дорогостоящая, и поэтому напрямую в нашей ЭБС не представлена. И если есть несколько заказчиков на эти издания или на набор книг, то можно, условно говоря, в складчину подписаться на эти издания, и тогда это будет выгодно. И мы сможем это сделать, и те, кто подписался, будут иметь такую возможность. Подробнее о системе e-Corsair у нас прошел вебинар 29 октября 2020 года. То есть осенью еще полгода не прошло. Ну, полгода прошло как раз. Вел вебинар Константин Николаевич Костюк и Александр Племник, которые, собственно, стоят как основатели этой системы с нашей стороны и со стороны Санкт-Петербургского политехнического университета. Ну что ж, у меня снова все. И на этом наша первая часть закончена. Сейчас я выйду из системы демонстрации. Ну, мы достаточно серьезно сэкономили время, поэтому я предлагаю сразу перейти к нашей второй части. Вот. Ну, мы будем контролировать время и постараемся сделать так, чтобы... Постараемся закончить без перерыва. Если не получится, ну, тогда прервемся в тот момент, когда будет необходимо сделать уже перерыв. Алексей, ну что ж, я тогда... Ага, спасибо тут Алексей за то, что отвечал на вопросы. Вот. Я снова тогда передаю права организатору Алексею с тем, чтобы он сделал вторую часть своего выступления. Так, сейчас я найду. Так, что-то не могу найти Алексея. Так, делаю. Так. Алексей, тебе слово. Да, спасибо большое, Павел Юрьевич. Наконец-то я сумел включить звук. Так, сейчас тогда прихожу к демонстрации экрана. Так, ну, следующий проект – это «Открытая монография». Вот проект новый, мы его запустили достаточно недавно. Вот про него я сейчас расскажу. Итак, вместе с ростом цифровых платформ и цифрового научного издания в 2010-х годах возник тренд к модели «Открытый доступ». «Открытый доступ» подразумевает возможность свободного и бесплатного доступа к научному контенту, базам данных. Это шокировало научную общественность. До сих пор научно-издательский процесс был рыночным и финансово-обременительным процессом. Ну, в 2003 году запустился проект «Киберленинга». Это «Открытый доступ» для университетских журналов. Проект вошел в пятерку крупнейших проектов «Открытого доступа». В 2020 году, наверняка вы многие тоже знаете, это сетевая электронная библиотека, издательство «Лань». Они запустили тоже аналогичный проект. Это «Открытый доступ» для университетской учебной литературы. Но, к сожалению, издательский процесс не может быть бесплатным. Открытым может быть только тот контент, который оплачен предварительно государством. Там, где энергично развивается «Открытый доступ», рушится рынок. Западные издательства постепенно перестроились с денег за чтение на деньги с публикации. В России это не получается, к сожалению. Но есть иная русская специфика процесса перехода на «Открытый доступ». Особая роль вузовских издательств. Вузы спонсируют научно-издательский процесс и не зависят от доходности или убыточности издательских процессов. Но любые вложения в непрофильные проекты грозят убытком, когда станет совсем мало денег. Возникло отсюда две рабочие модели. Киберленинга и Лайброри. Они превратились де-факто в платформе открытого доступа. У Ивиса, например, альтернативный подход. Они занимаются продажей качественного платного контента. В отличие от массового интернет-контента, научный контент, к сожалению, сверхузкопрофильный. Рекламная модель тут невозможна. Парадокс. Несмотря на стремительный спрос и рост научных журналов, в России происходит уход коммерческих издательств из рынка научных журналов. Проект, например, сетевой электронной библиотеки «Атлани» претендует на переворот в университетском книгоиздании «Знаковый сигнал вузовский контент» не стоит ничего. Для издательства в этом случае остается несколько путей. Это концентрация на коммерческой литературе, переход на концепцию оплаты от автора, а не от читателя, и начинать работу с грантами, и развитие платформенных сервисов. Настоящий открытый доступ после переводики ожидает и монография. В настоящее время ситуация тупиковая. Научные монографии перестали монетизироваться на рынке. Университетские библиотеки практически не приобретают монографии. Монографии спонсируются вузами, авторами, грантами. Движение открытой монографии на Западе уже началось. Открытый доступ является определенным выходом из кризиса монографии. Что же происходит в России? В России коммерческие издательства уходят из научного рынка, публикационный поток переходит к университетским издательствам. Для университета расходы на издательства не являются профильными, не финансируются бюджетом. При этом вузы все более становятся государственными. Они укрупняются, объединяются. Сложность внебюджетного финансирования ставит под угрозу существование вузовских издательств. Однако внутренние задачи поддержания научных журналов заставляют нести расходы. Гранты не являются доминирующей формой поддержки науки. В российских грантах не закладывается цена открытого доступа. У стоих сужающегося рынка перестает работать механизм распространения научных результатов и продвижения ученых. Университеты берут на себя инициативу и решают дать открытый доступ к их литературе. Все равно на этом не заработаешь. Российские вузы, библиотеки или не считают нужным, к сожалению, тратиться на монографии, или считают отечественную науку не стоящей покупки. Есть готовность покупать только зарубежную литературу. Итак, что же такое монография? Монография – это научное или научно-популярное издание, содержащее полное и всестороннее исследование одной проблемы или темы и принадлежащее одному или нескольким авторам. Основная цель монографии – обобщить имеющуюся на данный момент информацию об исследуемой проблеме, провести комплексное исследование предмета, представить научному сообществу новые теории и решения, имеющие научную ценность. Монография необходима для ученого, потому что заявляет о нем как об ученом, помогает распространить комплекс его научных воззрений, собирает воедино точку зрения автора по разным проблемам, предоставляет результаты монографического исследования как публикацию. Целевая аудитория монографии – в первую очередь молодые ученые. Понятие «first monograph» – первая монография, диссорциационная, открывающая научную карьеру. На данный момент происходит изменение доли продаж в электронных форматах. Книжный рынок ежегодно уступает сейчас около 1% электронным книгам. Учебная литература в 2020 году электронные продажи уже сравнялись с печатными. Научный сегмент значительно отстает от учебной, художественной и периодической литературы в электронных продажах. Отсутствие интереса цифровых производителей и потребителей к монографиям делает ее аутсайдером цифрового рынка. Существует различие между значением монографии в социогуманитарных науках и в естественных и технических науках. Для STEM базовым форматом стала научная статья – сообщение о результатах конкретного исследования. Для социогуманитарных наук монография является базовым форматом распространения научных знаний. Научное сообщение гуманитария не обязательно должно нести сообщение об открытии. Оно может иметь описательный, информационный или обобщающий характер. На Западе не существует разделения на учебник монографии в области высшего образования. Монография, полноценно описывающий предмет, является одновременно учебником. Ее содержание не заучивают, а осваивают непосредственно знания. В России тип обобщающей монографии де-факто стал учебником учебным пособием, оперился вопросами и тестами, стал обязательной частью рабочей программы дисциплины. Монографиями стала называться остаточная часть, сугубо исследовательские монографии. В действительности разделение учебник монография в России не работает. По монографиям обучается в магистратуре, и это оправдано. Понятие обучения в университете носит условный характер, а владение знаниями происходит совместно с самостоятельной творческой научной деятельностью, а это уже сфера монографий. Итак, вводная часть у меня закончилась. Что же такое открытая монография? Это свободный доступ для университетов и научных организаций, крупнейшей коллекции научных монографий. Проект «Открытая монография» на платформе ЭБС университетской библиотеки онлайн предоставляет бесплатный доступ к коллекциям монографии, независимо от того, подписана ли организация КБС. Основное условие для участия в проекте – передача электронных изданий в фонд нашей ЭБС. Наша миссия в этом – поддерживать отечественную науку. Проект является некоммерческим. Мы формируем сообщество, ответственное за отечественную науку и готовые поддерживать монографию. Как и все аналогичные проекты, мы рассчитываем на то, что университетская книгоиздание субсидирует научную культуру. Мы рассчитываем на некоммерческое отношение к нашему проекту в научных целях. Вместе с тем мы делаем участие в нашем проекте выгодным, поскольку предлагаем обмен на учебный и научный контент организации. Этот контент мы можем использовать также в платных подписных коллекциях. За счет этого мы получаем возможность предоставлять в коллекции монографии не только некоммерческую, но и литературу коммерческих издательств. Итак, что же войдет в нашу коллекцию? Это фундаментальные труды и научно-популярные книги по гуманитарным, естественным и техническим наукам. Сюда войдет научная, научно-популярная, практическая, методическая, источниковедческая литература, ретроиздание, несовременная, но исторически значимая литература. Ну, источники пополнения основные – это университетские издательства, коммерческие издательства в лимитированном виде, классика науки и библиотечная коллекция. Задача. Сбор монографии на безвозмездной основе, формирование библиотеки фундаментальных знаний, формирование библиотеки переводов, оцифровка правовой, ценной, но не коммерческой литературы. Ну, проект, соответственно, возможен благодаря активной 20-летней деятельности по оцифровке классики, которая ведет наше издательство. Эти классические научные труды также будут добавлены в проект открытой монографии. Мы рассчитываем, что университеты будут передавать контент на некоммерческой основе, подключаясь к проекту как члена консорциума. Мы надеемся, что модель открытых монографий, то есть изначально бесплатных монографий, постепенно будет охватывать умы. Вот, всего планируется привлечь около 10 тысяч университетских монографий от наших партнеров вузов. В нашей коллекции на равных присутствует также кормировщий контент, книги, которые дорого стоят на рынке, включая переводы мировых классиков и знаменитых ученых. Всего порядка 5 тысяч монографий от ведущих издательств. Издательство передает контент на коммерческой основе. Поэтому мы вводим лимиты на работу в библиотеке. Кто передает больше объем контента, тот получает безлимитное использование. Так, ну, научная классика, вот это итоги 20-летней нашей работы, да, классические труды великих ученых. Значит, сюда входит коллекция «Золотой фонд научной классики», полнотекстовая библиотека «Именитые ученые», труды российских академиков, библиотеки «Российская академия наук», научные наследия России и основополагающие труды и первоисточники по гуманитарным и социальным наукам. «Золотой фонд научной классики» и библиотека «Именитые ученые» включает в себя полное собрание ключевых ученых и мыслителей общественных и гуманитарных наук. Порядка 7 тысяч изданий. Также будут представлены тематические коллекции. Это целостные подборки лучшей литературы по значимым темам. Истории России, военная история, всемирная история, истории российской дипломатии, свод русских летописей, мемуар замечательных людей, ну и так далее. Там их достаточно много. В открытой монографии входят и научно-популярные издания, и некоторая категория нонфикшн. Помощь, мотивация, интересы к науке, расширение кругозора. Например, «Абеляр» представлена «История моих бедствий», один из основополагающих философских трудов Средневековья. Также будут добавлены лучи книжной серии и актуальная тема. В первую очередь, проект ориентирован на тех, кто не является подписчиком нашей ЭБС, университетской библиотеки онлайн. Наши подписчики имеют почти весь объем открытых монографий внутри базовой коллекции. То есть, вот этот проект, открытая монография, будет доступна всем нашим подписчикам. Партнеры издательства могут получить доступ к коллекции, если перейдут на безвозмездную передачу контента. Перспективные члены консорционно. Это университеты, не подписчики, у кого решена проблема с учебной литературой, но никогда не лишний получить научную литературу. Научные институты. Российская Академия наук уже много лет не выделяет денег на отечественную литературу. Мы даем шанс получить доступ к ней без затрат путем обмена контентом. И аспирантура. Контент для научной работы. Основной двигатель открытого доступа – расширение возможностей доведения своих научных достижений до научной общественности. Открытый доступ – это продвижение. Тот, кто считает, что он больше приобретает, добиваясь широкого продвижения книги и своего имени, чем денег от продаж, мы приглашаем со своими трудами в открытые монографии. Если у вас также есть авторы, мы приглашаем их издаваться у нас в нашем издательстве, в Директ Медиа, с возможностью бесплатного издания монографии, в том числе и в этом проекте. Преимущества консорциумного участия. Свободный обмен литературы между вузами дает дополнительные возможности широкого продвижения научных трудов и результатов исследований для отдельных ученых и научных школ. Огромный информационный массив для подготовки студенческих проектов, научных исследований и диссертаций. Мониторинг монографического издательского потока в России и за рубежом. Решение вопросов книгообеспеченности, особенно по направлению магистратуры, где ощущается недостаток учебной литературы. Возможность построения коммуникаций с другими университетами, научными школами и конкретными авторами для дальнейших совместных исследований. С целью поддержания монографического формата мы ежегодно проводим конкурс монографии, который называется «Фундамент науки». В этом году у нас уже пройдет второй всероссийский конкурс монографии. В этом году этот конкурс проводится совместно с Библиотекой по естественным наукам Российской Академии наук и Институтом научной информации по общественным наукам, тоже Российская Академия наук. Поддержка ученых и преподавателей – важнейшая инвестиция в будущее российской науки. Цель нашего конкурса – распространение исследовательских разработок ученых, стимулирование научной производительности и внедрение новых методов информационного взаимодействия. Также приглашаем к участию. Конкурс продлится до 1 октября 2021 года. В перспективе мы работаем над сервисом «Монитоник монографических изданий». Этот сервис позволит в дальнейшем отслеживать все фундаментальные монографические труды в стране. Он интегрирован с сервисом «Мои научные интересы», о котором Павел Юрьевич недавно рассказывал. Ученые видят новинки по своей научной теме. Возможность поиска, получения метаданных по изданию. И сервис «Екорсар» – поиск необходимых электронных изданий по запросу. Условия предоставления контента. Мы работаем с юридическими лицами. Авторские права должны быть оформлены на вашу организацию. Контент создан по служебному заданию. Если у издательства есть книги, но нет электронных прав, издательство может направить своих авторов для заключения с договором с нашим издательством. Лицензии «Креатив Комон» и иные открытые лицензии. Контент принимается. Коллекцию принимается как научный, так и учебный контент, имеющий ценность для ЭБС. Ну, приглашаем к участию. Ну, на этом доклад я закончил. Сейчас я передам слово Павлу Юрьевичу Калиникову для продолжения следующего доклада. Так, сделать организатором. Друзья, снова здравствуйте. Я думаю, что тайминг позволяет нам провести наш вебинар без перерыва. Остаются два моих выступления, посвященных Директ-Академии. Я смотрю на часы и думаю, что за 12.30 по казахстанскому времени мы сможем все завершить. Ну что ж, сейчас я запущу свою следующую презентацию, и мы с вами поговорим о Директ-Академии. Это моя любимая тема, потому что я являюсь руководителем проекта Директ-Академии. Итак, запускаюсь. И перехожу в PowerPoint. Вот так. Ну что ж, тема называется Директ-Академия. Новые возможности дистанционного образования. И прежде всего пару слов о нас. Директ-Академия – это, как здесь написано, это скриншот с нашего сайта. Наш постоянно действующий корпоративный медиаресурс компании Директ-Медиа. Ресурс состоит из… Проект ресурс состоит из двух частей. Одна из них – это бесплатные вебинары, которые мы проводим уже пятый год. Ну так, по большому счету, пятый год, а вообще-то с 2014 года еще. Проект вырос из совсем маленького проектика. Когда-то, в 2014 году, мы захотели начать вести вебинары и рассказывать о своих собственных проектах. Потом в какой-то момент мы поняли, что отклик на вебинары достаточно хороший, и мы можем расширить возможности для такого общения не только темами про наши продукты, но и более широким кругом тем, который интересен нашей целевой аудитории. Про нашу целевую аудиторию чуть попозже. Еще позже мы поняли, что мы уже выросли до такого уровня, когда можем запустить собственную онлайн-школу и начать также предлагать различные онлайн-курсы. Давайте же посмотрим, что такое Директ Академия сегодня. Вот ссылка на наш сайт, сайт Директ Академии. Позже я еще повторю эту ссылку в нашем чате. Пока просто имейте в виду, что если вы скачали наши презентации, то все эти ссылки кликабельны, вы можете ими воспользоваться. Итак, что такое Директ Академия? Во-первых, это площадка бесплатных вебинаров. Во-вторых, это онлайн-школа, в которой проводятся онлайн-курсы. Кроме того, это просветительский образовательный проект. Ну и надо иметь в виду, что Директ Академия интегрирована с другими проектами Директ Медиа. То есть мы не сами по себе. Мы проводим много вебинаров, в том числе и по проектам нашей компании Директ Медиа. Но занимаемся и более широкой деятельностью. Говоря о просветительском и образовательном проекте, это третья строка, я хотел бы отметить, что темы наших вебинаров такие, что они представляют интерес широкому кругу людей, которые мы в России называем образованцы. То есть все те, кто имеют какое-то отношение к образованию. Для кого? Соответственно, для кого наш проект? Прежде всего, это преподаватели и сотрудники вузов, это руководители и сотрудники библиотек, в том числе и прежде всего вузовских библиотек, это учителя, работники дошкольных учреждений. У нас целый класс наших вебинаров посвящен работе с дошкольными учреждениями. Есть у нас такой цикл вебинаров, который называется «Новое поколение». Им занимаются даже специальные люди у нас. Это издатели, далее аспиранты и студенты. Ну и если обобщать, то это все, кто учит или учится. Какие темы мы освещаем на наших открытых вебинарах? Это методика, дидактика, технология в образовательной деятельности. Здесь слово «образовательной деятельности» надо понимать наиболее широко. В нее мы включаем также и деятельность библиотек. Это онлайн-обучение и электронный контент. В последнее время это наиболее продвинутая область, в которой в связи с последними событиями, уже не совсем последними, с пандемией, онлайн-обучение и электронный контент вышли на невиданные величины, и всем это надо. Дальше. Информационные технологии в целом. Обращаю внимание, что информационные технологии мы освещаем не в усложненном, а в таком не в продвинутом виде, а в основном для всех, опять же, для образованцев, то есть некий особый клон информационных технологий. Далее. Мы продолжаем знакомить всех с нашими проектами, с проектами и продуктами Директ Медиа. Ну и говорим об науке в образовании. Это тоже наша отдельная тема. Дальше стоят три точки, потому что всем этим, конечно, не исчерпываются все наши темы. Иногда бывают темы, которые могут и не попасть в этот список. То есть самая широкая тематика у нас. Какие у нас цифры? Вот за все эти годы мы провели около 1200 вебинаров, включая вебинары бесплатные, вебинары, те, которые мы провели для конкретных вузов, ну и вот мероприятия типа нашего сегодняшнего. Мы провели более 50 онлайн-курсов. Онлайн-курсы мы недавно еще проводим. Это отдельно. Каждый онлайн-курс представляет собой от 8 до 10 вебинаров, плюс некоторые другие мероприятия, которые проводятся. Общение со студентами нашими, плюс выполнение онлайн-домашних заданий. То есть все создано по достаточно качественному пути. Это не продажа контента, это полноценная образовательная услуга. И таких курсов, конечно, очень много сразу не проведешь. Поэтому каждым курсом мы дорожим. И 50 проведенных курсов – это достаточно много. Через нас прошли более двух сотен спикеров. И почти, нет, уже более 70 тысяч участников зарегистрированы в нашей вебинарной системе. Это люди, которые приходили на один и более наших вебинаров. То есть вот такое движемся уже к 100 тысячам людей, которые побывали на наших вебинарах. У нас есть на YouTube канал. Я в чате разместил ссылку на наш канал. Можете на него подписаться. Это канал компании Директ Медиа, но в нем львиная доля всего контента принадлежит Директ Академии. Ну, хотя бы просто потому, что мы каждый день проводим вебинар или два, и, соответственно, каждый день час или два записи мы выкладываем на наш канал. Всего у нас сейчас 8 тысяч подписчиков. Я думаю, что в начале следующего учебного года мы подойдем уже к 10 тысячам. Около 1500 часов записи выложены на наш канал YouTube. Это огромное количество вебинаров. В открытом доступе у нас сейчас примерно 950 вебинаров. Скоро будет 1000. Вот такие вот у нас юбилейные цифры. Так что вступайте в число подписчиков нашего канала и будете знать все, что у нас происходит. Конкретно по нашему году, от года к году мы повышаем и количество, и качество нашей работы. У нас в этом году беспрецедентная по объему охвата программы вебинаров 250 вебинаров и 25 онлайн-курсов только в этом учебном году. В будущем мы будем, ну, наверное, уже количество вебинаров дальше повышать не будем, а вот количество онлайн-курсов хотим еще увеличить. И уже в этом году десятки тысяч человек посетили наши вебинары. Кто же наши спикеры? Это руководители государственных органов, в частности, руководитель книжной палаты у нас была, издатели, библиотеки, первые лица компании, связанных каким-то образом с образованием, известные ученые, авторы популярных книг, известные блогеры, в частности, блогеры, связанные с... У нас было двое блогеров, связанных с образованием, те, которые ведут образовательные каналы в Ютьюбе, большое количество экспертов по разным областям знаний, деятели образования различные, ну и вендоры IT-решений, тех, которые направлены на образовательный сектор деятельности. Вот только малая часть тех компаний, которые провела вебинары у нас. Это Костромской государственный университет, от них был ректор, только поэтому я отмечаю, вообще много вузов у нас были. Часто выступают у нас представители российской, прошу прощения, не российской, русской википедии, потому что Википедия не имеет государственной привязки, она имеет привязку только к языку, поэтому правильнее говорить казахская Википедия, русская Википедия, а не российская или казахстанская Википедия. Вот у нас каждый год бывают представители Википедии, читают у нас свои лекции, мы очень трепетно относимся к связям с ним, потому что они занимаются тоже похожей деятельностью, просветительской, как и мы. Ну, также компания Гиперметод, Степик, Мувави, Скайэнг, открытые технологии, российская книжная палата была у нас представлена, и такое некоммерческое партнерство, как теплица социальных технологий была у нас. Я еще раз говорю, сюда поместил только 9 логотипов, но на самом деле мог бы поместить, наверное, их штук 50. Наши участники наших вебинаров могут получить сертификат. Как я говорил, вебинары у нас бесплатные, сертификаты у нас платные, и это как раз форма нашей монетизации. Вот такой сертификат может получить каждый наш участник, если захочет. В 2019 году мы получили премию в номинации «Свободные знания» вики-премию за многолетнюю деятельность по популяризации свободных знаний. Для нас это большая честь было получить эту премию. Вот такую вот статуэточку мы получили прозрачную, она стоит в кабинете нашего директора. То есть наш проект уже отмечается на общероссийском уровне, его многие знают. Таких проектов на самом деле открытых немного, можно пересчитать, наверное, по пальцам двух рук. Поэтому я вас призываю к нам присоединяться. Ну и следующая часть, какое отношение мы имеем к онлайн-обучению. Вот этот слайд я сделал в начале нашего онлайн-года, когда была очередная вспышка эпидемии коронавируса, и когда каждый день шли примерно вот такие вот сообщения в нашей прессе о том, что такой-то университет закрыт, такой-то все занятия переведены в онлайн. Соответственно, онлайн для нас становится определяющим, и мы в своей деятельности это направление поддерживаем, всемирно поддерживаем. Давайте поговорим, что надо знать и уметь для онлайна в разрезе того, что делает наша Директ-Академия. По методике. Вот один, лишь один из вебинаров, который был посвящен методике, провел его я в октябре 2020 года, полгода назад. Учебное видео, как сделать так, чтобы ролик объяснял, а не только показывал. На самом деле, таких вебинаров открытых у нас было достаточно много, которые посвящены методике преподавания в онлайне. Это один из них. Вот наша поддержка онлайн-обучения уже много лет, еще до пандемии, была достаточно значительной. В нашей деятельности, наверное, процентов 10-15 как раз занимает вопросы онлайн-обучения. И вот пример одного из вебинаров. Для тех, кто хочет самостоятельно узнать, как же лучше проводить онлайн-занятия с тем, чтобы научиться лучше объяснять, я советую вот эту книжку, книжку Лили Февра «Искусство объяснять», которая совершенно замечательная. Я в свое время ее прочел. Вам понадобится, наверное, пару дней, чтобы ее прочесть, и, скажем так, ваши возможности в объяснительной деятельности в онлайне сильно повысятся сразу. Про контент. Огромное количество наших вебинаров и онлайн-курсов посвящены контенту. Я хотел бы обратить внимание на трек вебинаров «Марина Орешко», которая ведет уже четвертый год у нас вебинары. Каждый год проводит от 10 до 20 вебинаров. И вот наш трек в этом году, он посвящен как раз электронному контенту. Сама Марина Орешко, она работала и в образовательных учреждениях, и в библиотеках. В этом году она снова работает в библиотеке, сама живет в Мурманске, работает в Мурманской библиотеке научной. И у нее очень качественные вебинары. Я всячески советую вам ее вебинары посещать. Они как раз ориентированы на библиотекарей. В первую очередь на библиотекарей, во вторую очередь для преподавателей. Ну вот один из таких вебинаров. Создаем электронные книги, интерактивные и мультимедийные. Это наш первый ее вебинар в сентябре этого учебного года. Всего, наверное, число ее вебинаров уже приближается к 70 или 80 на нашей только платформе. У Марины Орешко есть также учебный курс, который она ведет каждый год. Называется «Информационные технологии в библиотеке класса аудитории». Это один из наших хитов продаж. Очень качественный курс, который она совершенствует из года в год. С программой курса можно вот по этой ссылке познакомиться. Организация обучения. Ну, обучение надо где-то производить на какой-то платформе. И тут есть варианты. И у нас, соответственно, есть по этому поводу бесплатные вебинары. Один из них ведет наш бессменный автор по теме платформы Moodle Александр Гущин. Кстати, вот сейчас он только завершил очередной свой курс. А это я вам предлагаю запись вебинара Moodle в работе преподавателя от первого шага до разработки собственного курса. Совсем недавно прошел этот вебинар, как видите, 6 апреля. А его же курс, который совсем недавно кончился у нас, но он каждый год проводится. Как создать электронный учебный курс на платформе Moodle. Ну, и в этой же теме про платформы электронного обучения у нас есть вариант для более простого применения. Это mini-LMS, как я ее называю, Google Class. И по этой теме у нас преподает и ведет бесплатные вебинары Ирина Юрочкина. Вот ее бесплатный вебинар сентябрьский. Возможности бесплатной платформы Google Class для реализации онлайн-обучения. И у нее же есть онлайн-курс, который мы, наверное, в сентябре следующего учебного года, этого календарного года повторим, который называется Google Class о создании онлайн-курса до полного цикла обучения. Учебная платформа, которая всегда под рукой. Вот таким образом, вот с организационной точки зрения мы вот так вот освещаем эту тему. Педагогические измерения. Конечно, особенно в онлайн-обучении надо понимать, что из себя представляют ваши студенты, как они хорошо усвоили материал. И для этой цели, конечно, можно вручную все это проверять. Можно делать развернутые домашние задания и с каждым работать по индивидуальной траектории. Кстати, в основном так и проходят наши онлайн-курсы. Но если у вас достаточно массовый курс, и там несколько сот человек или больше 50, то лучше применять тестирование. Для того, чтобы тестирование проводить, нужно соответствующие знания иметь, что, как показывает практика, у многих преподавателей эти знания отсутствуют. И здесь я вам могу посоветовать нашего автора Татьяну Горишину, которая, в частности, у нас вот такой вебинар провела. Разработка тестовых заданий в помощь преподавателям и методистам. И ее же курс «Практическая тестология. Как разработать тест для проверки знаний». Мы в сентябре снова проведем этот курс наверняка. Вот так, что приходите все на этот курс, если хотите знать, как с тестами быть. Наконец, онлайн-обучение как услуга требует своего продвижения. А также у каждого преподавателя нынче должен быть свой собственный преподавательский бренд, который необходимо каким-то образом продвигать. И в этой области у нас есть трек вебинаров, который ведет Анастасия Пахарукова. Ее трек называется «Технологии искусства учебной презентации». Здесь можно познакомиться. Вот темы здесь представлены. Анастасия методично бьет в одну точку, в самую популярную в среде преподавателей область создания контента. Это создание презентаций, презентаций брендовых, презентаций для вебинаров, учебных презентаций и так далее. И делает это методично, рассматривая в каждом вебинаре отдельный вопрос, связанный с презентациями. Вот один, например, из ее вебинаров. Особенности разных сервисов и приложений для создания презентации. Рассматривает Анастасия не только PowerPoint, но и другие системы. Я очень рекомендую вам ее вебинары. Ну и ее онлайн-курс сейчас как раз проходит. У нас основы учебной презентации, инструменты, методики, дизайн. Раз в год мы этот курс тоже повторяем. Ну и тут далее идет кусок презентации такой учебной. Я не буду его на семинаре повторять, потому что эту часть я показываю на специальном вебинаре обычно. Просто вот так вот пролесну немножко. Те, кто захочет подробнее узнать, это уже связано не с Директ-Академией, а с деятельностью моей внутри Директ-Академии. Те инструменты, которые я хотел бы вам предложить. Ну, во-первых, вот мой курс, который проходил в марте прошлого года. Ну и те инструменты, которые я предлагаю для использования в онлайн-обучении. Скриншотеры, Zoom, с которым мы все общаемся, навыки в подборе иллюстраций. Вот эта ссылка замечательная на руководство на поиску картинок для сайта и статьи. Система iSpring FreeCam для записи с экрана. Ну и система Camtasia для записи скринкастов. Здесь эти ссылки, которые вы можете воспользоваться. Да, ну и вот здесь в качестве подарка от меня это запись вебинара с моего учебного курса. Сам учебный курс платный. Ну, вот эту вот запись я решил сделать бесплатной. Создание учебного видеопортала на YouTube с образовательными целями. Можете этот вебинар посмотреть тоже совершенно бесплатно. Ну и последний замечательный инструмент, который я предлагаю для преподавателей освоить. Это инструмент для инфографики, который называется Flourish, который позволяет делать замечательную инфографику, красивую и продвинутую. Ну вот, пожалуй, и все. Сейчас я временно перейду в… остановлю демонстрацию. Так, ну что ж, у нас еще есть время для коротенькой последней, четвертой моей презентации. И на этом мы сможем завершиться до 12.30 по вашему времени. Напоминаю, что если есть у вас… А, да, я хотел же поместить ссылку на нашу Директ-Академию. Давайте я это сделаю. Так, минутку. Вот ссылка на Директ-Академию. Достаточно простая. Так, стоп, что тут такое. Так, вот так вот ссылочка. Переходите на этот сайт и посмотрите, что на нем расположено. Я надеюсь, там все просто. Главная страница нашего сайта – это и есть страница расписания. Вот сразу можете записаться на один из наших вебинаров, которые пройдут в ближайшее время. Весь июнь мы еще ведем нашу деятельность. Завершаем ее в последний день июня и возобновляем прямо с 1 сентября снова новый. Откроем новый шестой сезон 1 сентября. Ну, а теперь разрешите я последний свой… Минуточку перейду сейчас. Открою последнюю свою презентацию и расскажу вам про курсы наши. Так, запускаю демонстрацию экрана, перехожу в PowerPoint и открываю на весь экран. Вот так. Ну что ж, как я говорил, одним из направлений нашей деятельности является онлайн-курсы Директ-Академии. Онлайн-курсы, в отличие от вебинаров, у нас платные. Но онлайн-курсы – это в отличие от вебинаров, и это такое серьезное обучение. Вебинары все-таки скорее можно отнести к чему-то среднему между обучением и просветительской деятельностью. Конечно, на основе вебинаров тоже можно чему-то научиться, но при активном, самостоятельном участии слушателей. Что касается онлайн-курсов, то это уже очень серьезное мероприятие, которое… Это, еще раз повторюсь, это не продажа контента просто. Это серьезные мероприятия, которые проводятся для того, чтобы наши студенты что-то поняли. То есть, во-первых, это обязательно очень неочные, а синхронные мероприятия. То есть, 8 или 10 вебинаров, полуторачасовых вебинаров. Каждый наш курс – это примерно 72 часа не вебинарного времени, а общего времени. Из них вебинарное время составляет от 16 до 20 часов. Это очень большое время. Кроме того, у нас в курсах предусмотрено общение в группах. Группы могут быть организованы либо в популярных соцсетях, либо в какой-нибудь системе дистанционного обучения по выбору нашего преподавателя. Ну и кроме этого, у нас для каждого курса есть практикумы, которые должны выполнить наши студенты, чтобы получить зачет. То есть, все серьезное, все достаточно продвинуто. Напоминаю, этот экран, вы его уже видели, поэтому быстро его пролистываю. У нас уже 50 проведенных курсов за нашими плечами. Тематика наших курсов – методология, дидактика, технология обучения и научной деятельности, технологии вовлечения в обучение, публикационная активность, IT-платформы в обучении, IT в библиотечном деле и многие-многие другие. Ну, в основном, вот перечисленные здесь. Еще раз повторюсь, наши курсы для образованцев, то есть для библиотекарей, для преподавателей, для аспирантов и людей, которые имеют какое-то отношение к системе образования, как правило. Технология наших курсов. Объем 72 часа и более. Полноценные онлайн-курсы на основе авторских вебинаров. Еще раз, есть разные технологии онлайн-курсов. У нас одна из самых лучших с точки зрения качества. Это не массовые онлайн-курсы, муки так называемые, где степень, количество людей, которые доходят до конца курса, соответствует примерно 5, максимум 10-15%. У нас гораздо выше это все. Мы проводим индивидуальные практические работы для каждого студента. Кроме вебинаров у нас есть асинхронное общение в форуме. Ну и при желании мы выдаем удостоверение установленного образца, потому что мы обладаем, компания Директ Медиа обладает образовательной лицензией, имеет право на проведение образовательных мероприятий. Вот так вот выглядит наша лицензия, которую мы получили в 2019 году. В сентябре 2019 года она по желанию за небольшую дополнительную плату предоставляется. Это бумажная уже. В отличие от сертификата, который у нас электронный, лицензия это бумажная. На бланках строгой отчетности мы имеем право выдавать вот такие вот. Прошу прощения, это наша лицензия. Да, я не показываю удостоверение. Удостоверение мы имеем возможность выдавать на бланках строгой отчетности. Расскажу вкратце про те курсы, которые у нас проходят. Самый популярный наш курс, который мы проводим два раза в год, ведет его Наталья Логачева, доктор наук, технология подготовки успешной диссертации. Для диссертантов, для тех, кто собирается защищать кандидатскую или докторскую диссертацию. Очень полезный курс. Постоянно аншлаги на этом курсе. Так что недавно прошел. Осенью будет следующий курс, так что приходите обучаться. Только что недавно закончившийся курс Александра Гущина, как создать электронный курс на платформе Moodle. Но о нем я говорил на предыдущем нашем своем выступлении. Курс Анастасии Пахоруковой, основы учебной презентации, инструменты, методики, дизайн. Тоже замечательный курс, целиком посвященный теме создания презентации преподавателями. Ну, не только преподавателями, а преподавателями, теми, кто занимается образовательной деятельностью. Библиотекарей тоже касается. Технологии проектирования в работе с обучающимися. Это курс известных онлайн-тренеров Светланы и Александра Прученковых. В этом году впервые у нас прошел достаточно успешно. Курс приема педагогической техники, дидактические игры Валентины Петровой. И, кстати, она у нас вот буквально сегодня начинает вести следующий свой курс, который посвящен веб-квестам. Курс Виталия Цигельного из Минска, преподавателя из Минска. «Как стать успешным дистанционным преподавателем» про курс, посвящен большому количеству инструментов для дистанционного обучения. Курс «Технологии вовлечения в обучение» уже упомянутых мной Светланы и Александра Прученковых, а также Анны Павловой. «Технологии вовлечения» – это очень важно на самом деле, особенно в онлайн-обучении, где люди имеют возможность отвлечься в любой момент, перейти в другое окошко. И поэтому, в общем, как вовлекать наших слушателей – это очень и очень важно. Ну и хит нашего сезона – впервые запущенный курс и сразу набравший максимальное количество участников, ну почти максимальный, кроме наших блиц-курсов, о которых чуть попозже я расскажу. 45 участников у нас было. Мы совместно с компанией «Антиплагиат», ну в основном авторами были они, организатором были мы, авторы Ольга Беленькая, Ирина Стрелкова и Ольга Филиппова провели курс по антиплагиату «Современные технологии проверки научных и учебных текстов на заимствование в системе антиплагиат». И уже у нас большое количество заявок на будущий год. Мы уже решили, что в конце октября этого года мы обязательно еще раз проведем этот курс. Неожиданно тоже один из наших хитов – это активное восприятие, память, работа с информацией, современные методики. Елена Шугалей провела этот курс в начале февраля этого года. Прошел он с большим успехом. 25 человек было на курсе. Очень хорошие отзывы от этого курса. Надеюсь, мы в этом году снова будем его запускать. Еще один курс, который провел уже человек, о котором я говорил, Александр Гущин «Иформационная безопасность в образовании простыми словами». Прошел он в декабре-январе прошлого и, соответственно, этого года. Людей мы набрали немного. Для себя сделали выводы, что, наверное, позиционировать этот курс надо немножко по-другому. Ну и некое сожалению то, что, видимо, не все еще наши преподаватели понимают, насколько важно поддерживаться правил информационной безопасности в своей деятельности. Ну, надеемся дальше тоже продолжать этот курс, как-то по-другому его перепозиционировать, наверное. Курс во многом уникальный, хотя и не собирает большого количества людей именно из-за своей уникальности. Речь педагога от ремесла к мастерству. Автор, ведущий курса, оратор, певец и преподаватель Юрий Майский. Индивидуальные занятия проводятся с людьми по их речи. И курс уникален еще и тем, что это не просто работа с речью, а работа с речью преподавателей. То есть имеется в виду выступление, вот вроде моего сегодняшнего, в онлайне или на оффлайновую аудиторию, которая учится. Вот такой вот курс, который у нас проводился в декабре месяце. Библиография для небиблиографов – это как раз курс, который был бы полезен библиотекарям, но не только, потому что он и для преподавателей тоже. Ведет его наша постоянная ведущая и моя помощница в Директ-Академии, второе лицо, можно сказать, или второе первое лицо в Директ-Академии – Татьяна Телегина. Курс проходил уже два раза. Очень советую вам этот курс, он очень полезный. Вот тот курс, о котором я говорил, Марина Орешко – информационные технологии в библиотеке, классе и аудитории. Проводим мы его уже большое количество раз проводили и всякий раз с успехом. Для библиотекарей очень полезно, для тех библиотекарей, которые хотят продвинуто работать с электронным контентом. В связи с пандемией мы проводили несколько онлайн-курсов интенсивов, и один из них – быстрый перевод обучения в онлайн. Проводили его весной прошлого года и осенью прошлого года. Большое количество людей прошли через этот курс. В прошлом году аж 100 человек прошло через этот курс. Он имел свои особенности. Мы его проводили трое авторов. Я, Татьяна Телегина и Виталий Цигельный. Направлено в течение одной недели. Шесть вебинаров в течение одной недели. Такое достаточно интенсивно. И большое количество людей к нам пришло. Ну и быстрый перевод в библиотеки онлайн – это модифицированный курс с особенностями для библиотек. Еще один курс, о котором я уже говорил – Google Class от создания онлайн-курса до полного цикла обучения. Ведущая Ирина Юрочкина. Еще один курс, который должен начаться вот уже совсем скоро в июне месяце – «Как написать текст, который будут читать и цитировать». Это курс для авторов, для преподавателей авторов, который поясняет многие моменты, связанные с авторством. Как не испугаться авторства, как выполнить свою задачу, как лучше написать, какими словами и так далее. Ну и мой курс, который я однажды провел, это, возможно, еще раз запустим. Это профессиональная работа с контентом в библиотеке, аудитории, классе и офисе. Это такой курс для тех, кто хочет понять, как работать лучше на своем компьютере с контентом. Именно осуществляя контентную деятельность. Под контентной деятельностью самые широкие понятия, начиная от работы с файлами и заканчивая работами с медийным материалом, с иллюстрациями, звуком, видео и так далее. Еще один курс, который у нас был проведен на разработку учебных заданий и тестовых вопросов. Автор, ведущая Елена Локтева. Провели мы его в прошлом году. В этом году, к сожалению, Елена не смогла с нами провести этот курс. Но, возможно, в следующем году снова его возобновим. Еще один курс, о котором я говорил, это «Практическая тестология. Как разработать тест для проверки знаний». О нем я уже говорил. Где это можно все посмотреть? Вот по этому адресу. Это вся та же наша сайт Директ Академии, только пункт меню «Курсы». Там вы можете перейти на любой курс и дальше с шаблона курса перейти на полный лендинг курса. Мы всегда приводим подробнейшую программу курсов. С ней можно ознакомиться. А также все вводные подробно описываем преподавателя, который ведет этот курс, автора курса. Говорим, что этот курс вам даст, почему его надо использовать и так далее. Так что по любому из наших курсов вы можете подробнейшую информацию получить вот здесь. Что касается курсов. Прежде всего мы работаем с индивидуальными участниками, но можно заказать курс и для своего вуза. Если вы готов сразу оплатить определенную сумму, делающую наш курс рентабельным, то мы можем провести курс для всех преподавателей вашего вуза. Также, если у вас есть амбиции стать автором онлайн-курса, предлагайте. Может быть, мы ваш курс тоже захотим на нашей платформе запустить. Ну вот и все. Мы подошли к концу нашего выступления и к концу нашего сегодняшнего мероприятия. Я останавливаю демонстрацию. Так, я вижу, что Алексей здесь отвечает на вопросы. Я хотел бы со своей стороны еще дать ссылку, которая была на предыдущей странице, на наши курсы. Вот эта ссылка. Еще я видел вопрос. Да, где будет загружена сегодняшняя запись? Правильно, Алексей ответил. Она будет на нашем канале на YouTube. Наверное, она появится примерно через день, максимум два. Также, наверное, мы разошлем организаторам с вашей стороны прямую ссылку на запись. И вы сможете запись посмотреть. Если у вас есть вопросы, пожалуйста, в чате задавайте свои вопросы. Мы с удовольствием на них ответим. А пока вы готовите свои вопросы, я хотел бы поблагодарить вас за то, что пришли. Я, честно говоря, не думал, что здесь будет более 100 человек. И выражаю благодарность за то, что вы все пришли, поучаствовали в нашем семинаре. Приходите на нашу платформу, становитесь участниками нашего сообщества. Ну что ж, я думаю, сейчас дам слово еще Алексею, который со своей стороны благодарит вас и попрощается. Алексей? Да, спасибо, Павел Юрьевич. Спасибо большое всем участникам за то, что нашли время посетить наш замечательный онлайн-семинар. Всем неподписчикам мы предлагаем бесплатный тестовый доступ к нашей ОБС. Сейчас я понимаю, что лето, уже летний сезон. Скоро мы все пойдем в отпуска. Возможно, будет интересно протестировать наш ОБС уже с нового учебного года. Павел Юрьевич, там вопрос по поводу свидетельств, сертификатов. Как вам у нас? Я, наверное, пропустил. Где-то выше был. Это уже от меня вопрос, потому что... Хорошо. Участники, я смотрю, в чат пишут фамилии, имя, отчество, электронные почты. Я так понимаю, что это... Ну, я хотел бы попросить организатора нашего сегодняшнего мероприятия разослать те фамилии, имя, отчество и e-mail всех участников мне. Поясняю, почему. Не все вы здесь присутствуете под полными своими... Именами, да. Да, именами, поэтому мне трудно будет на основе только информации из чата это сделать. По той табличке, которую мне пришлют организаторы, я вполне смогу выдать сертификаты, и в течение нескольких дней они будут вам доступны. Значит, я также информацию организаторам пришлю с тем, чтобы потом вам прислали ссылки на ваши сертификаты, по которым вы можете их получить. Вам также придет письмо, письмо стандартного характера. В письме будет написано, что вы можете получить свой сертификат за такую-то плату. Но на самом деле не обращайте внимания на плату. Конкретно для вас, для участников сегодняшнего мероприятия, все сертификаты будут бесплатными. Вот в них будет написано, что мы приняли участие в таком-то семинаре продолжительностью. Сколько у нас получилось в академических часах? Ну, если там почти три обычных часа, значит где-то там, ну, напишем шесть академических часов. Вот, чтобы так, не скидывать сильно. Вот, ну, вот, собственно, и все. То есть мы вам всем на память выдадим такие сертификаты, которые вы сможете использовать. Еще раз предлагаю приходить на наши мероприятия, которые проходят каждый день, чтобы быть в курсе того, что у нас происходит. Вот, подписчики вы или не подписчики. Мы надеемся, что вы когда-нибудь станете все нашими подписчиками. Ну, если нет, все равно приходите на наши открытые вебинары и на наши курсы. Милости просим, это будет для нас лестно. Ну, собственно, еще хотелось бы поблагодарить Гульжан Иржанову за организацию этого замечательного мероприятия. Несомненно, огромное. Давайте я дам слово Гульжан, чтобы она нам что-нибудь сказала. Так, звук, наверное, надо включить. Я... да, вот. Меня слышно? Да, Гульжан, здравствуйте. Здравствуйте, коллеги. Огромное спасибо вам за организацию. И вам спасибо большое за участие, коллеги. Здесь коллеги из разных университетов Казахстана. И мои коллеги непосредственно с университета Дулати. Мы подписаны к этой базе университетской библиотеки онлайн в этом году впервые. И я думаю, что дальше мы будем работать с вами. Тесно, конечно. Все наши вопросы еще будут в будущем. И работа с базами данных. У нас несколько баз данных университетской библиотеки. Наши читатели, наши преподаватели работают. Все они также делают ссылку в своих силабусах на электронные ресурсы с подписанных баз данных. И в учебном процессе используется достаточно. Но мы всегда ставим условия нашим коллегам, разработчикам АБС. Так как Тарас находится на юге Казахстана, нам обязательно нужны ресурсы на казахском языке. Поэтому учтите на будущее, работайте с издательствами казахстанскими. И образовательные программы на сегодняшний день меняются ежегодно. Поэтому мы должны успевать обеспечивать ресурсами нашей дисциплины. И это мое личное мнение такое. Спасибо вам всем. Наши коллеги, которые отправляют в чат свои данные, пожалуйста, параллельно отправьте мне. Я вышлю нашим спикерам, нашим разработчикам, компания Директ Медиа, отправлю на их почту, чтобы вы в последующий получили сертификатор. Сегодня участников было, по-моему, 100, потом постепенно начали удаляться. Сейчас осталось где-то 89 человек. Это все равно очень много. Человек досидело до конца. 90% это очень много, при том, что мы уже вещаем почти 3 часа. Спасибо вам за терпение, за то, что нас выслушали. А вообще все наши участники, наши коллеги обычно слушают все семинары, если они интересны до конца. Обычно мы выдаем сертификаты, когда участвуют почти 90-100% на участии до конца. Замечательно, замечательно. У нас не всегда, не во всех наших вебинарах так хорошо люди до конца присутствуют, поэтому спасибо вам за то, что вы были столь терпеливы, выслушали нас. Ну что ж, друзья, давайте тогда на этом завершаться. Еще раз всем спасибо, Гюльжан, огромное спасибо за организацию. Будем с вами работать. На этом наше сегодняшнее мероприятие я завершаю. И запись будет доступна, наверное, где-то через день-два. Сертификаты, как только будут у меня списки, я вам выдам, и все вы их получите. Еще раз огромное спасибо. До свидания. До новых встреч. До свидания. До свидания.